Заседание суда над главой Зуевского района перенесено на пятницу. Напомню, еще летом Евгений Песлегин был арестован за взятку в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Бывшему главе района грозит до 10 лет тюрьмы. О других судебных процессах неделя в коротком видеообзоре. Приговор Эдуарду Игнатьяну сегодня оставлен без изменений. Один из виновников ДТП у кинотеатра «Октябрь» приговорен к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Напомним, еще 5 сентября Ленинский районный суд признал вину Эдуарда Игнатьяна. Последний был приговорен к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению прав на 3 года. Тогда адвокаты одного из погибших подали апелляцию с просьбой отправить Игнатьяна отбывать наказание в колонии общего режима. Суд оставил приговор без изменений. Без изменений осталось мера пресечения и в отношении Сергея Лузянина. Он останется в СИЗО до 18 апреля 2014 года. Накануне суд по требованию прокуратуры продлил срок ареста Лузянина на 6 месяцев. Поскольку, как посчитали следователи, бывший директор центрального рынка мог оказать давление на свидетелей. Защита Лузянина просила меру пресечения отменить и отпустить его под залог в 5 миллионов рублей. Суд в этом адвокатам отказал. Следующее заседание суда по делу Лузянина назначено на 12 ноября. Напомним, в отношении него возбуждено 3 уголовных дела. Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в деле Николая Ганжелы. Уголовное дело передано в Яранский районный суд. Напомним, Ганжел обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил денежные средства трех родообразующих предприятий Яранска. Это повлекло за собой банкротство компании. Также следствие обвиняет Ганжелу в хищении спирта со Слободского спиртоводочного завода. Ущерб от его действий составляет около 200 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.